О пляшке Иродиады и об освещении главы Претечи и Крестителя Иоанна. Любитель уединения в каком-нибудь укромном уголке леса, в тени деревьев, наслаждаясь прелестной музыкой журчащего источника и пением сладкогласных птиц, умиляется душой и сердцем и в таком настроении производит на всех приятное впечатление. Подобно этому и мы в предшествующие дни, призываемые кротким дыханием духа, беседовали с вами о различных делах милосердия. Но теперь, когда Евангелие только что возвестило нам о безумии Ирода, и о распутстве женщин, и о пиршестве безумных мужей, и о проклятой трапезе и беззаконном даре, и о несправедливом деле, и о погребении честнейшего тела, теперь я настроен совершенно иначе. Не имеет уста мои возлюбленные, когда перед моим взором проходят эти иродовые деяния, язык не поворачивается говорить об этих делах, или вернее о ранах, содеявших такие дела. В то время Ирод, четверовластник, услышав могу об Иисусе, и сказал служащим при нем, «Это Ян Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Матфея 14, 1-2 Сознается Ирод, что он убил пророка, которого не мог обмануть, Сознается, что знал о том, которого убил, что он пророк и муж праведный. Ведь если бы он тогда не знал этого, не стал бы говорить теперь, что это Ян воскрес из мертвых, и потому творит такие чудеса. О, злая, злая совесть! В каком преступлении ты сама себя обличаешь? О, злая совесть, обитающая в грязной душе! При жизни казнящая и после смерти неумолимо обсуждающая! И за что убил он пророка? За то, что тот возвещал истину, и беззаконный поступок его хотел исправить посредством обличения. Тот, кому надлежало быть блюстителем заповедей Божиих, сам нарушал законы беспорядочной невоздержностью в удовольствиях. Ведь царь, издавая справедливые законы, сам первый должен исполнять их, а не попирать. Да и как мог бы он поддерживать добрый порядок среди своих подданных, если бы справедливыми законами не удерживал необузданный род людской, как бы вожжами в послушании, а и расцарствуя не над народом, а над удовольствиями, или вернее сказать, будучи рабом удовольствий? И востоке, кем побежден тот, тому и раб, не только приступал закон Божий, но и дерзнул на неправое убийство. И кого убил? Человека праведного, больше которого не восставал среди рожденных женами, по свидетельству самого Господа. Человека, обитавшего в пустыне необитаемой, безводной, бесплодной, недоступной, где не было ни деревца, ни былинки, ни цветочки. Обитал в пустыне Иоанн, не убегая от соплеменных и родственных людей, но избегая видеть и слышать о скверных делах человеческих. Он не сеял, ни жал, у него не было ни хлеба, ни вина, ни трапезы, ни ложа, доставляющего людям столько удовольствий, ни мягких пуховых перин, расслабляющих и изнеживающих телеса женоподобных мужчин. Не имел он ни свечи, ни подсвечника, ни стола, ни подножной скамейки, ни чаши, ни блюда. Одним словом, удалившись от жизни мирской, он ничем мирским не пользовался. Обитал он не под кровом дома с золоченым потолком, но под кровом скал, нетронутых человеческой рукой. И столом, и подножем, и ложем для него была земля, мясо ему заменяли акриды, а пирожное — дикий мед. Чашей у него служили горь собственной руки, а вместо вина он пил чистейшую ключевую воду. Такого-то человека схватил Ирод и держал в узах. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего. О, неестественное дело! Иоанн его душу, связанную узами, хотел разрешить обличением от греха, а он наложил узы на своего разрешителя. Но и в узах Иоанн вещал, и содержимый под стражей обличал. «Говорю перед старями и не постыжусь». Солом 118-46 Смерти Иоанн не боялся, а боялся молчать об истине. Его-то убил Ирод, и, убив, совершил убийство не одно, но многие. Умертвив учителя и исцелителя душ, он вместе с ним умертвил и всех тех, кого тот при жизни мог бы оживить своим словом. И когда он убил его? Стыдно сказать, не для говорящего стыдно, а для сделавшего убийство. Когда праздновался день рождения Ирода, дочь Иродиады плестала перед пирующими и угодила ему. До такой степени, что он склятво обещал ей дать все, чего бы она ни попросила. А та, по научению матери своей, сказала «Дай мне на блюде голову Иоанна». О, злое празднество, дышащее убийством пророка! О, если бы за той трапезой угощались люди праведные! Общение с ними послужило бы на пользу и развращенной душе Ирода. Может, он и справился ли бы. С избранным избран будешь сказано, а состроптивым развратишься. Но он вместо того, чтобы иметь попечение о вдовицах и сострадание к сирым, чтобы при помощи их усердных и неотступных молитв пред Богом сохранить свою жизнь непоколебимую, благодушествовал с распутными людьми и беспечными женщинами, бесчестными. И в позорном обществе, отягощенный обильной выпивкой и обольщенный невоздержными женщинами, отнял жизнь у Иоанна. При тече дня чудный светильник, лампаду веры, светильник всего мира, Иоанна он посягнул уничтожить убийством. И ведь, разрушив этот светильник, Ирод только самого себя погрузил во тьму. Конечно, внешнюю его, скудельную оболочку, он уничтожил. Но душа Иоаннова продолжала светить, и от нее воссияла весть веры находящимся в Ааде. Еще при жизни своей, как пророк, зная, что ему должно предупредить Господа своего в Ааде, Иоанн посылает к нему некоторых из учеников своих с вопросом, «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Марсия 11, 3. Не незнанием вызван этот вопрос. Как мог он не знать Господа, когда указывал на него, сказал «Вот огнец Божий, который берет грехи мира!» Как мог не знать Господа он, зритель нисхождения Духа с небес и слышитель гласа Отчего о нем, говорящего «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» Что же означает, в таком случае, его вопрос? «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Не сказал «Ты ли тот, кто придет?» Потому что на землю он уже пришел, но спрашивал «Ты ли тот?» Очевидно, речь идет об Ааде. Или нам ждать другого? 655. И Иоанн мог так рассуждать сам с собою. Может быть, Господь пошлет в ад вместо себя ангела, облегший его силой? Или, быть может, он всех воскресит одним своим словом, как сделал это с Лазарем? Ввиду этого, не зная воли своего владыки, он и посылает спросить у него «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» В аду. И его-то убил Ирод. И как убил? Праздновался день рождения Ирода, и дочь Иродиады плясала. Самая подходящая забава для подобной трапезы. В самом деле, где сплелись друг с другом пьянство и разгул, там нет ничего твердого, но все шатается, колеблется, подобно безумию Ирода. Слушайте, любители плясовых зрелищ, следящие своими взорами за гибкими ногами расслабленных юношей и распускающие свои сердца вместе с их изнеженными телами. Послушайте, к какому убийству привело это утонченное удовольствие? Наученной матери своей дочь сказала «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна». О, ехидное порождение несчастивой львицы! Ни золота она попросила, ни серебра, ни драгоценных камней, но главу Иоанна! Если бы вера внушала ей эту просьбу, тогда, конечно, глава Иоанна была бы для нее драгоценнее всякого золота и серебра и дорогих каменьев. Но она просила не по вере, чтобы воздать ему честь, но чтобы умертвить этот живой укор, избавить мать свое посрамление, какое навлекал на нее ее грех. Иоанна, услышав такую просьбу, царь опечалился. Однако, не убийство пророка смущало его, но страх перед народом, почитавшим Иоанна как пророка. Вот что смущало его, а вовсе не чувство благоговения. Буде него это последнее, он и раньше не посадил бы Иоанна в темницу. Душа Ирода была тогда подобна судну, захваченному в море волнением и колеблемому на оба борта. Совершить убийство он боялся народа, а не совершить не решался, клятвы ради и возбежавших с ним. Но, в конце концов, постыдная страсть к женщинам взяла в нем верх, и, прикрываясь святостью клятвы, как благовидным предлогом, несчастный послал от сеть Иоанну голову в темнице. Какое зло клясться! Вспомните теперь вы, которые всегда готовы клясться. Вспомните, что говорит Господь, не клянитесь вовсе. Ведь если бы не клялся тогда несчастный Ирод, он не решился бы совершить убийство. Лучше бы ему совсем не клясться. А раз клятва была произнесена, ее следовало нарушить, потому что при выборе из двух зол должно было предпочесть меньшее. Послал отсечь голову Иоанна в темнице. Какая рука держнула возлюбленный поднять меч на святую шею Иоанна, которого звери в пустыне боялись, которого львы трепетали, которого змеи и драконы и скорпионы страшились, которого дикие пчелы питали своими сотами, как человека святого. С разнообразных цветов и трав, извлекая мед, как бы собирая в пустыне златовидные капли росы, они приносили ему плоды трудов своих. Его-то усекла рука палача, не дрогнувшая пред его ангелоподобным лицом, не устыдившиеся лица, на котором отражалось божественное сияние. Остается думать, что у посланного Иродом палача помутилось в голове от выпитого на пиру вина, и он, держа меч в руках, ничего не видел глазами. Усекнута была глава Иоанна, не стасившая крови, потому что никогда не пил вина, и принесена была на блюде на пир. И тут она взывала Кироду, не достоит тебе иметь жену брата твоего, ведь и после смерти праведник жил. И голос его звучал, когда уже глава его была отсечена. О, жестокость человека! На чем ел мясо? На том самом блюде положил к голову человека. О, беззаконный тиран! Мало тебе было истребление младенцев, произведенного тем прежним Иродом в Веслиеме, когда вопли отцов и матерей, сливаясь вместе, казались острее ножей, когда потоки слез, изливаемые очами, были обильнее источников, когда отцы поражали себя в грудь, когда от скорби захватывало у всех дыхание. Матери оплакивали безвременную гибель своих младенцев, этих нежных побегов их собственных чресел, когда у матерей молоко, переполняя сосы, изливалось на землю и убеляло ее, так как питавшиеся им младенцы неожиданно были истреблены. Когда дети вырывались из объятий отцов и сосы матерей тщетно жаждали нежного щекотания от младенческих зубков. Какой зверь тогда не прослезился бы при виде избиваемых несправедливо невинных младенцев, души которых чужды были стякого коварства, которых душевное незлобие вполне соответствовало нежности из членов, свойственной младенцам? Разве обличали твоего предшественника Ирода те невинные дети, которые еще не владели своим языком и не имели еще зубов во рту, чтобы из их уст можно было опасаться слов обличения? Так нет, мало показалось тех младенцев, такова свирепость Ирода. И вот теперь ты, состязаясь с тем Иродом в бесчеловечности, усикнул Иоанна, которого одного волоса ты не был достоин. Тот истребил детей Рахили, а ты усикнул Иоанна, наставника церкви. «Кому из них мне быть милостивей?» — говорит Господь. «О, город кровей, в котором царствовал Ирод, и соименный ему потомок, подобный ему и нравам! Увы, те, которые должны бы быть блюстителями порядка, они-то и являются вождями беспорядков». По их следам, пользуясь их уроками, дошли иудеи до христоубийства. Истаю распилили, Иеремию убили, Навуфея побили камнями, Захарию умертвили, Христа распяли. Но оставим их оплакивать совершенное ими зло и поспешим к святому сиянию таинства во Христе Иисусе, Господе нашему, которому слава и держава во веки веков. Аминь.